Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение на деле о банкротстве кинокомпании Prime Time. Генеральным директором и главным собственником которой является актер и продюсер Сергей Жигунов. Он был вынужден передать залог права на 9 лет, созданных в его центре. Согласно условиям мирового соглашения по банкротству, компания Prime Time перед исполнением обязательств по выплате долга перед одним из кредиторов, предпринимателем Сергеем Обидиным, Сергей Жигунов передал ему в залог исключительные права на 9 художественных фильмов, передают новости. Их число вошли в частности в сериале «Королева Марго», «Графиня Тимонсора» и «Сердца троих». Кроме Сергея Обидина, которому компания задолжала порядка 13,5 млн. рублей, в деле фигурует Евгений Шингарев и инспекция Федеральной налоговой службы. Задолженность перед которыми составляют 233 000 рублей. При этом самый крупный долг Prime Time должен погасить до 31 января 2019 года. В противном случае кредитер будет иметь возможность обратить взыскания на заложенные кинофильмы во внесудебном порядке. Однако на этом положении Сергея Жигунова ухудшаться не перестало. В частности, столичный арбитражный суд продолжает рассматривать дело об отгротстве самого актера. Оно было возбуждено по заявлению Сергея Обидина. Изначальная сумма 7 млн. рублей была основана на решении остатковского суда, который изыскал с актера долг под долгом Розайма. На одном из заседаний представитель предпринимателя рассказал, что Жигунов погасил половину суммы. При этом представитель актера на суде сообщил о платежеспособности. В качестве доказательств он передал суду копии свидетельств о праве собственности на 4 земельных участка рыночной стоимостью более 2,5 млн. рублей и на автомобиле 2015 года выпуска. Также он сообщил, что у Сергея Жигунова есть права требования по 3 исполнительным договорам на общую сумму в 46 млн. рублей. Однако, если деньги не найдутся до нужного срока, а кредитор не захочет откладывать время погашения задолженности, актер может остаться без исключительных прав на создание его кинокомпании и ленты. А в случае неблагоприятного исхода по делу о личном банкротстве и вовсе будет вынужден признать себя неплатежеспособным.